всем привет сегодня хочу рассказать о своей версии динамической индикации на семисегментный индикатор в моем случае это четырехразрядный индикатор с общим катодом но я это в своей библиотеке так скажем сделал версию для общего но да то есть можно используя программу как бы мое вот это подключить и индикатор с общим анодом я попозже покажу как это делается значит динамическая индикация она может пригодиться если у вас микроконтроллер имеет много ног свободных потому что для управления четырехразрядным индикатором потребуется 12 пинов микроконтроллера то есть когда ног много и в принципе все они для работы устройства не потребуется и можно выделить 12 пинов для управления индикатором то этот метод подойдет вот у меня такая ситуация сложилась и поэтому я решил сделать динамическую индикацию значит в чем принцип работы динамической индикации значит у индикатора есть значит выводы которые управляют сегментами то есть вот этими отдельными сегментами и есть выводы которые управляют разрядами целиком вот этими значит сейчас на индикацию как бы включены все сегменты все всех разрядов в программе значит как видите я вот поставлю на паузу так скажем и суть индикации динамической заключается в том что единовременно горит только один разряд то есть в индикаторе с общим катодом на разряд который горит подан 0 и на сегменты которые горят подана единица и единовременно горит только один разряд вот следующий момент времени горит следующий разряд и так по кругу то есть горит как бы один разряд но для пользователя это незаметно за счет большой скорости как бы обновление вот собственно и вся суть динамической индикации и теперь посмотрим в программе а еще значит здесь под подключение сделал если кто не знает при помощи вот таких вот значит виртуального такого подключения то есть а у нас подключено к до дпп дп разряд один разряд 1 то есть это чтобы не рисовать эти линии длинные для значит управление сегментами используется целиком а порт д в моем случае от миги 8 то есть с бита 0 убит 7 и для управления разрядами порт c от бита 0 до бита 3 c 0 c 3 вот таким образом это сделан для простоты подключать можно по-другому скажем а на старший бит повесить и наоборот все то есть а сюда бы сюда и тогда ну по-разному но вот это вот подключение я взял как модули тем 16 37 такое же подключение там значит и собственно сама программа значит индикация происходит в прерывании по таймеру да то есть нам нужно настроить таймер я настроил его на на 500 герц то есть 500 прерываний в секунду этого достаточно чтобы индикация была ровная как бы без мерцания на глаз вот пробовал я еще с настраивать прерывание на сто двадцать пять герц и чуть чуть видно что сегменты мерцают то есть 500 можно больше герц на настраивать таймер это не так важно и в обработчике прерываний вот собственно значит сама индикация то есть мы здесь в данной строке отсчитываем какой разряд мы будем зажигать да то есть от нуля до трех увеличиваем переменную digit если она равна четырем то digit мы присваиваем 0 то есть от нуля до до трех считает и таким образом каждый раз при прерывании мы сжигаем следующий разряд в этой строке мы выключаем все разряды то есть вот десятичные 15 это значит и попадается единица от нулевого до третьего значит бита на порт какой там порт c да то есть таким образом выключается все разряды после этого мы год подготавливаем порт d для индикации до пор д для этого у нас есть буфер для индикатора да то есть на четыре разряда то есть если мы сейчас работаем с разрядом но в первом да но в массиве это нулевой то есть мы этот сегмент значит подаем на порт d то есть он зажигает определенные пины свои до подает на них единицу и после этого мы подаем 0 на нужный значит разряд и тем самым зажигаем его вот собственно и все я чуть подробнее это все расскажу попозже значит так как у нас это все происходит в прерывании то массив для хранения информации на индикацию и вот этот переменная видит они должны быть объявлены как волатайл иначе в прерывании они работать не будут значит дальше в мы не мы вызываем инициализацию значит этого индикатора но на самом деле там просто включение нужных портов пинов на выход так это вот я не помню что такое не нужно вот собственно и все то есть и вот он сейчас отображает так как у нас массив сегменты инициализирован как 255 там в каждой ячейке то у нас получается что на индикацию выводит ну как бы зажигаются все сегменты в каждом разряде и сейчас я покажу как это можно изменить то есть вот это переменная у нас будем ее отображать таким простым то есть эту функцию я покажу чуть позже и сделаем паузу чтобы они не мелькали перед глазами такой вот то есть что мы сейчас сделали у нас переменная num увеличивается на единицу каждую итерацию и если она доходит до 9 9 9999 то она опять сбрасывается в ноль потому что у нас всего четыре разряда и больше мы не можем отправить на индикацию ну вот эта функция у нас конвертирует переменную ну в массив сегмент вот в этот наш массив заменяет то есть вот эти вот значения на нужные нам ну и пауза просто чтобы это все происходило не так быстро и смотрим что получилось то есть у нас идет счетчик вот этого ну да то есть индикация работает единственно что у нас горят точки но я пока не придумал как это сделать получше точки не горели мы в университете специализации как бы пропишем нули или вот так вот даже сделаем вот вот и все у нас точки не горят счетчик работает дальше значит нашел я вот такую как бы такой калькулятор в котором можно рисовать свои какие-то символы но тут конечно вариантов немного но скажем вот такой символ я придумала хочу его отправить на индикацию как мне это сделать значит здесь вот написано какой метод подключения используется то есть а у нас старшая до б у нас г младший добит в нашем случае все наоборот то есть у нас а младший агэ как бы старший бит поэтому нам подходит вот второй вариант просто можно скопировать это значение это мы удалим нам это уже не нужно и скажем в первый сегмент 1 это у нас нулевой присвоим это значение так вот и вот наш этот символ получился да то есть таким образом можно добавить какие-то символы и отправлять их на индикацию вот этот адрес я под роликом размещу хотя он самый первый вот в гугле мне выдал значит как у нас работает конвертация сейчас покажу значит и инициализация вот это вот инициализация для индикатора с общем катодом это для индикатора с общим анодом и вот здесь вот есть еще такой массив котором хранятся символы цифр да то есть 3f это 0 06 это единица ну и так далее 6f это девятка то есть это символы которые мы который мы как бы и отправляем на индикацию вот и вот собственно вот эта функция как конверт конвертирование четырехзначного числа нам в массив сегментов то есть мы вычисляем вычисляем тысячи то есть сколько тысяч здесь вычисляем сколько сотен сколько десятков и сколько единиц записываем их в переменные от от n1 до n4 и потом их записываем в массив значит сегмент ну вот в этот вот массив записываем уже в прерывании то есть мы можем в бесконечном цикле делать все что угодно там какой-нибудь дилей какой-нибудь дилей записать то есть у нас в бесконечном цикле ничего не происходит но тем не менее индикация будет происходить вне зависимости от этого вот таким вот хитрым образом я избавился от того что то есть я изначально обнуляю значение в ячейке массива до кроме старшего бита который отвечает у нас за точку на старший бит он подключен к дп и сжигает точку не после этого я уже записываю туда значение вот из этого массива да то есть если у нас n4 равно скажем нулю да то есть туда записывается нулевое нулевая ячейка в котором содержится знак нуля 3f ну 3f сейчас 0 нарисуем да вот он 3f 0 скажем 7d это у нас 0 1 2 3 4 5 6 то есть это шестерка ну давайте проверим 7d то есть вот таким образом это все работает чтобы зажигать . я пока я никакой функции не придумал в принципе сейчас мы это все вернем вот так вот скажем у нас происходит индикация переменной ну и нам нужно какую-нибудь точку зажечь скажем в первом сегменте мы можем сделать вот так вот у нас это же старший бит и мы его можем вот таким образом зажечь то есть мы задвигаем единицу в 7 бит переменной которая хранится в сегменте 0 у нас получается что вот эта точка горит остальные не горят надеюсь я понятно надеюсь понятно так что еще я хотела рассказать об этом тут ничего интересного ну и покажу как подключить тогда индикатор с общим анодом он работает наоборот этот я сейчас отключу вот если не менять я ничего не в программе то получится ерунда полная то есть он ничего не отображает на самом деле там что-то мелькает вот такие вот глюки там происходят все он не работает значит а нам нужно изменить во-первых индикацию он отличается тем что все происходит наоборот для того чтобы значит но я сейчас изменю все и покажу так тут надо нам c а выбрать и и здесь для индикации друг другие значения дело в том что все происходит на наоборот то есть там где единица будет у нас потушенный сегмент там где 0 будет гореть то есть вот скажем возьмем 3f 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 это у нас два старших бита потушены остальные единицы а c 0 это полная противоположность этого то есть два старших единицы остальные нуля и все таким образом это все происходит сейчас должна уже работать индикация так насчет точки посмотрим чтобы зажечь точку значит нужно записать в нее наоборот 0 так почему точка не работает так понятно почему ну кому если вот так вот запишем саму не горит не пойму я чем дело а а а значит разобрался я с точкой я немножко изменил еще саму программу тут проблема в том что затиралась . во время конверт конвертации в результате вот этот вот вариант массива он не нужен я решил просто тогда выводить на сегменты и инверсное значение значит сегмента для при работе с индикатором с общим анодом то есть просто инвертируемая на ли то и выводим вот все работает и не нужно ничего менять то есть тут работает ровно наоборот для того чтобы зажечь разряд нам нужно подать на разряд как бы единицу и ноль на те сегменты которые мы должны зажечь вот собственно и все различие между этими индикаторами эту библиотеку так скажем можно применять и для других индикаторов там на 2 на 3 нам на 5 на 7 сегмент разрядов на вот просто нужно будет для управления для управления разрядами применять другое количество ног ну и конечно удобнее всего вот использовать порты как бы целиком нашего просто выводить это все происходит для микроконтроллера очень быстро и безболезненно так скажем и основное преимущество работа в прерывании это то что мы в основной программе можем делать все что угодно и когда нам нужно что-то отправить на индикацию мы просто записываем это в буфер как бы индикатора да вот этот и все вот на этом все все вот это вот найдете под роликом прошивку вот это вот исходник вот этот вот этот файлик в протеус а ну и ссылку на этот значит калькулятор тоже сброшу